Кое-что универсально для всех рыбаков. Удовлетворение от идеального заброса или восторг от свежевыловленной рыбы. Ловля альбул — это процесс, это нирвана, ребята. Но у каждого рыбака есть своё отношение к этим неспокойным вводам. Для меня важно самому увидеть рыбу, пойти в брод и сделать отличный заброс. Это очень важно. Пешком или в лодке. Участники программы «Рыбацкое сокровище» оживлённо дискутируют. Парни, вы готовы поехать на рыбалку? На восточной оконечности острова Большой Багамы расположен Дипуотер Ки. Здесь банда флебустьеров ищет серебро. Серебро, дёргающееся на конце лески. Мы расскажем вам о банде флебустьеров, сколоченной для поисков приключений на отмелях и в открытом море. У вас есть шанс узнать о поисках сокровищ дикой природы. Мы расскажем вам о рыбацком сокровище. Рыбацкое сокровище Лодки против ботинок Можете представить, что в детстве я ездил ловить рыбу на велосипеде? Боже, вода на отмеле поднимается. Да, разве это не великолепно? Посмотрим, что будет. Тащи, тащи её. Вот так. Отлично. Классно. Вот о чём я говорю. Вы заметили, что мушка заброшена в правильное место? Они её просто не видят. Иван Шунар, основатель фонда «Патагония». Отпустим её в воду. Обстановка была прекрасной. Набегали низкие волны. Была видна тень этой рыбы. Идеальное условие. Он поймал классную рыбу. Больше килограмма. Красивая рыба, Иван. Того же цвета, что и песок. Если смотреть туда, её почти не видно. Видишь? Да, там её почти не видно. Она уже не будет зелёной. Смотри, какая светлая. Да, смотри. Если положить её на песок, она будет почти одного цвета. Видишь? Да, ты смотри. Отпускай. Она никуда не плывёт. По три ей нос, друг. Вот так. Для флигустеров — ловить с лодки. Или на ногах. Вот в чём вопрос. Рыбалка с устойчивой платформой, например, с лодки «Хеллсбей», позволяет рыбаку покрыть большее расстояние, забрасывать дальше и видеть альбул с более далёкого расстояния. Иногда это единственный целесообразный подход. Тащи, тащи. Так, чуть посильнее. Неплохая альбула. Нормально. Красивая рыба. Нормально. Да. Для других рыбаков ловля рыбы на ногах — суть рыбалки с отмелей. Так они меньше возмущают воду и ловят рыбу там, куда не дойдёт ни одна лодка. Для меня важно самому убедить рыбу, пойти в брод и сделать отличный заброс. Это очень важно. Такие рыбаки оказываются в буквальном смысле в своей стихии. Такая рыбалка очень напоминает охоту. На ногах рыбачат Билл Клайн из фонда охраны Альбул и Тарпонов и учредитель фонда «Патагония» Иван Шунар. Для них лодка — ковёр-самолёт. Они летят на нём на отмель, где ловят рыбу на ногах. Видишь эту лодку? Да, вижу. Это первая лодка Мико, когда он стал инструктором. Моя первая лодка, да. Это одна из самых красивых отмелей, где можно рыбачить на ногах. Мы говорили о том, почему здесь такая крупная рыба и такая глубокая вода. Рыба приходит из океана. Билл Клайн — фонд охраны Альбул и Тарпонов. Дип-уотер-ки отличает то, что вокруг него великолепные отмели, но очень глубокая вода. Течение меняется вместе с приливом или отливом, когда на отмели выбрасываются огромные количества крабов и другой живности. Крупной рыбе там очень комфортно, она держится у берегов. Они могут заплыть на отмели, а затем очень быстро уйти на глубоководье. Посидим пока здесь. Не двигай. Тащи. Снова тащи. Тащи, Билл. Тащи. Давай, снова тащи. Стоп. Поймал. Поймал. Молодец. Иди к ней. Иван, там ещё одна рыба. Хорошо, что появилась рыба, особенно когда светит солнце. Она ещё не закончила. Да, думаю, она пойдёт через тот гор. Посмотрим. Мика — потрясающий великолепный инструктор. Он очень общительный, очень простой. Но он отлично разбирается в рыбе. Ну давай, парень. Свет этой рыбы не такой, как у той. Спина чуть темнее. Красота. Вот так. Красивая рыба. У хвоста синий оттенок. Ладно, получай свободу. Поймал. Давай, давай. Она не очень крупная, но борется как дьявол. Будь я проклят. Том Брока, он журналист. Флибустиеры помогают фонду охраны Альбул и Тарпонов пропагандировать технику ловли и отпускания рыбы. Если делать это неправильно, можно поранить рыбу и даже погубить её. Благодаря фонду охраны Альбул и Тарпонов, техника рыбалки по принципу «поймал, отпустил» улучшилась. Люди понимают, что они делают. А местное население поняло, что это может быть долговременным источником получения денег. Для инструкторов и работников отелей это очень важно. Пол Валдек, владелец дипуотерки. В молодости я был приверженцем какого-то одного вида, будь то белохвостые олени или перепела. Как бы сказал Альда Леопольд, они обеспечивают здоровье дикой природы. Это очень важно для морского рыболовства и рыбы. Дикая природа обеспечивает биоразнообразие и здоровье планеты. Можно сказать, что рыбу вытаскивают из воды слишком долго. Рыбу нужно брать только мокрыми руками. Обращаясь так с рыбой, хлебустиеры помогают фонду в деле просвещения. Они отвечают за получение лицензий на рыбалку по принципу «поймал, отпустил». Рыбу должны ловить в спортивных целях, а не для еды, что относится и к тарпонам. Надеюсь, будущие поколения будут радоваться так же, как мы. Видишь, хвост примерно в 35 метрах. Смотри чуть правее. На лодке или пешком главное — выпустить их в воду. Еще, еще. Как только она ее съела, она добралась до тебя. Блин. Для некоторых из нас лодки — единственный способ обследовать отмени. На них есть большие платформы, с которых мы с комфортом ловим рыбу. Чуть подлиннее. Забрасывай. Сейчас. Отлично. Отлично. Поймал. Давай, давай. Ты ее поймал. Вот так. Ты видел ее плавник? Надо заменить крючок. Будь я проклят. Ты не соврал. Так тяжело сидеть. Она не очень крупная, но борется, как дьявол. Это, можно сказать, даже сидя. Они смотрят на других свысока. Молодец. Говорю тебе. Ну и рыба, да? Она не очень крупная. Смотрите. Ты не должен ее упустить, Лефти. Ты хорошо поработал. Другие, типа Ивана Шунара и Билла Клайна, чувствуют себя на настоящей рыбалке, только надев забродные мотинки и передвигаясь по отмелям, пугая птиц и обходясь без стука волн на корпус лодки. Они готовы бесшумно подкрасться к рыбе. Для них лодка — лишь транспортное средство. Сегодня я видел, как морская птица подкрадывалась к рыбе, что напомнило мне Ивана на отмели. Он обожает рыбачить и спасать природу. Своей чудесной этикой он воспитывает всех. Отпусти. Хорошо. Оставь там. Посмотрим, получится ли у нас. Жди. Давай. Еще. Еще. Отлично. Эй. Я увидел ее отсюда. Классная рыба, примерно 3 килограмма. Мне нравится, что ты все терпел, а потом тащил, тащил, тащил. Ты классно ее тащил. Да, классно тащил. На этот раз ты хорошо тащил. Да, он всегда любил все тащить. Я работал с Чипен Дейлс. Она прошла по краю? Знаешь, что она сделала? Она прошла по этому краю. Для альбул на отмелях, переплетение мангровых зарослей часто становится укрытием от рыболовного крючка. Чем старше рыба, тем она более опытная и умная. Видишь, как изогнулась твоя леска? Рыба ушла и укрылась на мелководье. Классная была рыба. Какой и должна быть рыба такого размера. Она знает, что делает. Ни один день ловли альбул не обходится без позитивных моментов, ярких, как рыба, что мы ловим. Но есть дни, похожие на чистое золото. В начале путешествия флебустьеров Иван Шунар и писатель Том Макуэйн нашли серебряное сокровище. Проклятие. Хотя первый блин вышел комом. Я думал, она ее проглотила. Я был уверен. Такой уж сегодня день. Пусть там и сидит. Отпускаю. Видишь? Да. Ты видел? Да, видел. Хорошо. Вот так. Они считали, сколько я поймал, а я не мог понять. Я слышал, как ты разматывал. Поймал еще одну. Это номер шесть. И ты попал в струю. И я попал в струю. Отличный улов. Сегодня непревзойденный день, да? Мы поймали 18 штук. Лодки бывают всех форм. От мощных обтекаемых ракет до рабочих лошадок. Но актер Майкл Киттон внедряет в платформы странное новшество. Держись. Рыбацкое сокровище. В водах Карибского моря, изобилующих альбулами и тарпонами, рыбацкие лодки различаются от простейших до ультра-современных машин для ловли рыбы. Бросай, бросай. Отлично. От Багам и до Флориды встречаются суперсовременные лодки, в том числе Маракеса с Хелсбей. На западном берегу бухты находится Панга — лодка мечты. Десятилетиями эти суда с прекрасными мореходными свойствами служили рабочими лошадками, ходившими на промысел рыбы. Сидя на деревянном кресле на одном из судов с большой осадкой, не хочется подниматься. Панга создана для комфорта, а не для скорости. Пешком или на лодке? Странный вопрос. Номинант на премию «Оскар» Майкл Киттон попробовал объединить два этих способа со впечатляющим, но не совсем успешным результатом. Он авантюрист, и когда приехал сюда, он не захотел стоять на носу и ловить с него рыбу. Ему была нужна доска с веслом, и он привез с собой свою. Он хотел поехать со мной туда, куда нельзя попасть на лодке. «Мико, отвези меня в недоступное место!» Мы так и сделали на одной из программ. На его доске с веслом был небольшой якорь. Мы уезжали с этой отмели, и он почему-то захотел бросить якорь, чтобы остановить свою доску с веслом. Он его бросил и посмотрел, что произойдет. Там не было травы, а было каменистое дно. Майкл Киттон бросил якорь и упал со своей доски, когда якорь зацепился. «Держись!» И он полетел. Он посчитал себя суперменом? Да. Он летел перед доской с веслом. Микрофоны упали в воду. Все слышали, как он сказал... «Держись!» Я после тебя. Нет, тащи! Стоп! Тащи! Подожди, они увидели! Тащи! Вот так! Продолжай тащить! Вот так! Они не знают, с кем связались. Как много работы! Наконец-то у нас будет что поесть. Эти малыши очень сильные для такой маленькой рыбы. Билл Клайн, фонд охраны Альбул и Тарпонов. Мико — великолепный инструктор. Он внук Дэвида Пиндера. Интересно наблюдать, как он вывел инструкторское дело на совершенно новый уровень. Мико Глинтон, инструктор. Билл Клайн — один из самых веселых людей. Он сочиняет песни для Альбул. Сейчас я не смогу их спеть. Держу тебя вверх тормашками. Когда я их так держу, они немного успокаиваются. Иди сюда. Вот так. Славный мальчик. Да, все получилось. Окупила себя, как мы всегда говорим. Всегда есть другие. Сегодня у нас гонки крабов. Их принесли нам в Лебусьтьеры. А Хью Льюис покажет нам, как рок-звезда ловит крабов, так сказать. Это был фотофиниш. Дело в том, что у нас нет исключительного права рыбачить на отмелях, стоя или с платформы лодки. Проблема в преобладающих условиях. Погоде, солнце, глубине воды, состоянии дна, температуре, пугливости Альбул. Все это играет свою роль в выборе оптимального способа рыбалки, времени и места. Там большой косяк, можно подойти к нему вброд. Я вижу красивые большие хвосты. Давайте поймаем большую Альбулу. Да, вот так. Тоже красивая рыба. Поняла, что попалась на крючок. Спасибо. Хорошее место, Джозеф. Знаешь что? Это именно то, что должны делать Альбулы. Я называю это обычной ловлей Альбул. Вот так, в этом песке. Спасибо. Вот так. Спасибо. Спасибо за игру. Для другой традиционной в Deepwater Key деятельности не нужны ни забродные ботинки, ни лодки. Хью, Джимми Киммел и я поймали сухопутного краба. Это было нелегко. Главное было, кто поймает краба, не лишившись пальца перед телекамерой. Беги, малыш. Поймали? Они всего лишь крабы. Обычные крабы, недондженеские. У них большие спины, маленькие ножки и огромные клешни. Люблю тебя. Ты поймал. Хью думал, что с ним делать. Я нашел специалиста по крабам, рассказавшего мне, что с ним делать. Хью Льюис, музыкант. Когда я в последний раз ловил крабов, было куда веселее. Ловля краба стала разочарованием. В целом, я не любитель животных и не хочу лишиться пальца из-за краба. Он царапается. Конечно, здесь нужна техника. Как вы знаете, у них довольно сильные клешни. Они хватают вас за руку. И он барахтался в мешке. А затем мы устроили состязание. Мы выстроили их на тротуаре. Краб, стартовавший последним, выиграл состязание. А затем мы отпустили крабов. Он идет по краю. Нет, слишком медленно. Краб Хью сошел. Он победил. Была ничья. Мы думали, что они будут ходить кругами, но краб Джимми Киммелла выиграл ногу, так сказать. Где доска? У нас гонка. Сердце чемпиона не смиряется с поражениями. И Хью Льюис после прошлогоднего проигрыша Джимми Киммеллу жаждет отмщения в виде спорта, типичным для флибустьеров. Это совсем другая игра. Я добавлю еще одного краба, если ты хочешь выставить в гонку двоих. В этой гонке у меня будет больше одного краба. Мы проведем два забега по 10 крабов в каждом. Победитель получит глубокую воду. Сегодня у нас гонки крабов. Их принесли нам флибустьеры. Какая гонка без коктейлей? А почему? Чтобы веселиться, не нужно пить. Но почему бы нет? Мы открываем. Номер два. Номер два. Номер два. В коробку его. Номер три. Мы устроили гонки крабов. Это было забавно. Затем мы пригласили багамский ансамбль и танцевали. Он готов открыть ворота. Ворота открыты. Следите за доской. Вот победитель. И победитель. Два. Да, да. Я пришел вторым. Я взял на себя слишком много расходов. Я заплатил персоналу, они это заслужили. Но да, да, я победил. Я не хвастаюсь, но я собрал крабов, и они должны вернуться в океан. Я не спрашиваю, но я могу пить крабов. Вернуться. Я знаю, что должен притвориться. Дом, милый дом. Молодцы, парни. Сколько людей было вовлечено в гонку крабов? До свидания, краб. Я вернусь в следующие выходные. Солнце зашло, и флипустьеры собрались, чтобы насладиться играми, музыкой и, что еще важнее, товариществом. А дух товарищества — обмен рассказами о сегодняшних похождениях. И победа, и поражение одинаково незабываемы. Способ, выбранный рыбаком для воспоминаний, будь то безмолвное ожидание или выход на отмель, не так важен, как то, что он считает нужным вспомнить на воде. Веселиться иногда нелегко. В Шотландии их называют «макнаб». Изобретение английского писателя и заядлого рыбака Джона Бакена. Когда добываешь тетерева, оленя и лосося за один день, тебя называют «макнаб». Здесь, в Дип-Уотер-Ки, мы называем нашим «макнабом» Ивана. Из всех флипустьеров только Иван Шунар смог поймать альбулу, тарпона и пампана за один день. Мне повезло, у меня много хороших друзей, и на мою мушку клюнул огромный пампана. Теперь у меня проблема с пампаном. По сравнению с альбулой и тарпоном, пампана — почти непреодолимый барьер. Они не подыгрывают. В чем дело? На восточной оконечности острова Большой Багамы расположен Дип-Уотер-Ки. Здесь банда флипустьеров ищет серебро. Серебро, дергающееся на конце лески. Мы расскажем вам о банде флипустьеров, сколоченной для поисков приключений на Отмелях и в открытом море. У вас есть шанс узнать о поисках сокровищ дикой природы. Мы расскажем вам о рыбацком сокровище. Рыбацкое сокровище. Проблема с пампаном. Пампана на 11 часов. Ты их видишь? Отличный заброс. Тащи, тащи. Он ее схватил. Он ее схватил. Тащи, тащи. Стоп, держи. Он сорвался. Вот, блин. Пампана. У меня возникла проблема с пампаном. Он за ней погнался, но не схватил. Не взял ее в пасть. Фью Льюис, музыкант. Я был возбужден. Я жил полнокровной жизнью. Мне повезло. У меня много друзей, и я думал, что жизнь прекрасна. И на мою мушку клюнул огромный пампана. Он погнался за ней и чуть ее не съел. Он на нее клюнул. Я подумал, боже, он попался. Альбулы и пампана пытаются сделать из тебя дурака. Ты почти его поймал. Билл Клайн, фонд охраны Альбул и Тарпонов. Я спросил, Джозеф, когда в последний раз здесь ловили пампана? Он несколько месяцев назад. Сколько они сделали с забросов? 25 тысяч. Кому нужна фотосессия с пампана? В ближайшие дни я его поймаю. Флебустиер Том МакГуэйн написал, что ловить пампана на мушку — экстремальный вид спорта. Посмотри на пампана. Эрон Адамс, фонд охраны Альбул и Тарпонов. У этого вида много названий. Пампана. Вырежьте это слово. С ними тяжело. Они бывают очень разборчивыми. Ты должен отточить свои навыки заброса, обработки мушки, понимания рыбы. Том Брокау, журналист. Сразу после 11 сентября я круглосуточно работал. Я вернулся в Белиз, на полуостров Пласенсия. И там в деревне жил парень по имени Эрл. Он был отличным инструктором. Я рыбачил с ним раньше и позвонил ему. Он заехал за мной в 6 утра и сказал, у нас будет отличный день на реке Манги. Ты будешь ловить там пампана. Я поймал 5 между 8 и 12 часами. Больше такое не повторилось. Поймать пампана тяжело. Обожаю наблюдать, как Хью все больше распаляется и возвращается сюда каждый год. Лучшая приманка для этой скрытной рыбы — живой краб. Она соблазнится им, как голодная кошка жирной мыши. Заменить его искусственным — все равно, что подать десерт на разбитой посуде. В результате рыбак, жаждущий поймать пампана, как говорит Магуэйн, попадет в психушку. Забрасывая мушку, ты должен попасть в чайную чашку, беспорядочно колышущуюся по волнам. Пампана — высшее испытание. Пампана! Пампана! Но ничто из этого не отвратит рок-н-ролльщика Хью Льюиса от решения поехать на отмель с самой дурной репутацией. Я сражался с пампана всю прошлую ночь. Мне снилось, что один из них у меня на крючке. Другое дело, мы должны сделать так, чтобы мой сон сбылся. Сегодня будет отличный день. Вижу пампана вон там. Смотрите, на 9 часов. На 9 часов. Примерно 25. Классный заброс. Я слишком поздно его увидел. Вы должны были увидеть их раньше. Да, да, должны. Когда Иван вернулся, он выиграл большой шлем. Мы с тобой плыли на каике сзади, и он сказал, что это последняя альбула. Он был этому не рад? Он был не рад. Я ловил одну альбулу весь день. Он выиграл большой шлем и был недоволен. Я прекрасно провел время. Что здесь не так? Для тех, кто рыбачит на отмелях, священный грааль — большой шлем. Нужно поймать альбулу, тарпона и пампана за один день. Посмотрите, как это сделал Иван Шунар в Белизе. Ты его поймал. Вперед, тащи. Тащи, ты поймал. Она там, видишь? Тащи. Ты его поймал. Ты его поймал, Иван. Ослабь леску. Молодец, друг. Думаю, рыба крупная. Вот он. Сматывай катушку, Иван. Сматывай. Держишь? Да. Отпускаю. Вот так. Ну и денек. Иван на шаг приблизился к большому шлему. Но приятное волнение Хью Льюиса, лобящего пампана, продолжается. Флипустьеры помогают фонду охраны альбул и тарпонов сохранять природу и участвуют в его региональном генетическом проекте. Наряду с маркировкой рыбы, флипустьеры собирают крошечные срезы чешуи альбул и тарпонов. Образцы их тканей помогают определить региональные связи между разными популяциями рыбы. Тарпоны живут одной популяцией, или их много, и они распространены в других районах Карибского моря. Их мальки могут дрейфовать до 53 дней. Альбула, пойманная у богам, металло икру возле кубы или белиза? Ответы на эти вопросы подскажут способ успешной природоохранной стратегии. Видишь его вон там? Да, ты показываешь прямо на него. Мы должны что-то предпринять. Сезон за сезоном флипустьеры успешно ловят альбул и тарпонов. С помпа надела не очень. Он ее схватил. Тащи! Тащи! Стоп! Держи! Он сорвался. Вот блин. Билл Клайн, фонд охраны альбул и тарпонов. Он сказал, я не слишком о нем думал, пока не сделал заброс. Помпана обезумел, схватил краба и внезапно его бросил, чем привлек к себе внимание. Помпана пошел в разнос. Меня преследует эта картина, и теперь у меня проблема с помпана. Хотелось бы поймать его на мушку. Люди ловят их на мушку. Я живу полнокровной жизнью. Мне повезло, у меня много друзей. Теперь у меня проблема с помпана. Том Макуэйн, Майкл Китон, Уилл Бенсон, Иван Шунар и звездатели сериала «Огни ночной пятницы» Зак Гилфорд. Им есть, что рассказать о победах, одержанных над помпана. И славных поражениях. Пару лет назад мы были в Белизе с капитаном Уиллом Бенсоном, молодым парнем из Ки-Уэст. Я его помню. Я там был. Мы вместе рыбачили. Мы ловили помпана и не съели ни одного из них. Вижу рыбу. Где она? Бросайте приманку. Бросайте приманку. Ух ты, вот он. Подходит. Клюнь, клюнь. Что за... Барракуда? Нет, альбула. Рыба-игла. Он не купился на нашу наживку. Кинулся на мушку и бросил её. Нет. Ещё один щелчок по носу. Только рыба-игла. Помпана — не единственная проблема. Альбулы тоже могут помучить. А если не они, то торпоны. Выграв большой шлем в Белизе, Иван Шунар посчитал помпана наименьшей из своих проблем. Есть. Отлично. Ветер переменился, и наживку немного отнесло. Он скользкий. Хочешь его отпустить? Тащи, тащи, он на крючке. Ты его поймал. Иван Шунар и Лефти Крей преследуют Альбул, а Гью Льюиса преследует кошмар с помпана. Кто-нибудь когда-нибудь поймал его на мушку? Рыбацкое сокровище. Иногда они не сотрудничают с этой рыбой. Никто не хочет это делать. Точно. Любой рыбак, всю жизнь ловивший помпана, может вспомнить всех пойманных им помпана. И с трудом вспомнить всех, кого он упустил. Рыбак-ветеран Уилл Бенсон помнит и то, и то. Думаю, это помпана. Это помпана. Он ее преследует. Медленно. Ты его поймал. Класс, друг. Молодец. Насколько тяжело поймать помпана? Скажем так, в статье веб-сайта «Популярная рыбалка», написанной альпинистом и ловцом помпана, нет, не Иваном Шунаром, сказано, «У меня ушло меньше времени на планирование восхождения на Эверест, чем на поимку моего первого помпана». Вот блин. Посмотри на размер этой рыбы. Здоровая. Здоровая рыба. Дай мне снять сеть. Вот так. Я хочу отпустить ее в воду. Пока Уилл Бенсон в восторге от победы. Но все мы прекрасно знаем, что будет потом. Хью Льюис нашел, если хотите, новый наркотик и один из самых забористых. Он ловит помпана. После пары дней погони за ними, я спросил инструктора Джозефа, «Кто-нибудь когда-нибудь поймал его на мушку?» «Да, друг». Я спросил, когда в последний раз поймали помпана на мушку в Дип-Уотер-Ки? Он. Всего пару месяцев назад. Билл Клайн, фонд охраны Альбул и Тарпонов. Мы каждый день гоняемся за помпана. На каждый его заброс помпана отвечал отказом. Он один из тысяч других безуспешно ловивших помпана. Тебе нужны помощники, если ты хочешь поймать эту рыбу. Есть подозрение, что Хью полностью поглощен преследованием помпана. Ты видишь, как все эти помпана плещутся на отмелях. Невероятно, сколько здесь рыбы. К счастью для него, у него есть музыка, чтобы прийти в себя. Новое увлечение помпана грозит его поглотить. Тем временем, остальные флебусьеры получают удовольствие от ловли великолепных Альбул. Отлично! Тащи! Тащи, она на крючке! Пойбал! Мне нравится, когда инструктор в таком восторге. Они все здесь. Да, точно! С ним работает мой племянник Мика. Он заметил группу рыб, но не стал делать забросы, повернулся к Мика и сказал, «Я никогда не видел рыб-групперов». Что-то я не понял. Рыба-группер? Есть большая разница между рыбой-группером и группой рыб. Так. Одна из рыб-групперов здесь. Я возьму ее к себе домой. Это рыба-группер. Возможно, Ивану Шунару повезло. Но Билл Клайн и Хью Льюис могут лишь мечтать о таком везении. Кидену удалось поймать на мушку 50-килограммового тарпона. Он его тащил и не мог нарадоваться, что увидел эту рыбу. Прыгнул в воду и обнял ее. Он расчувствовался. Девять часов, двадцать метров. Поднимай! Жди, жди, жди. Тащи, тащи, тащи. Веди, веди, веди. Отпусти, отпусти. Подними, подними. Отпусти, отпусти. Нет, нет, нет. Сопротивляется. Он крутой. На этот раз номинант на премию «Оскар» Майкл Киттон одолел огромного тарпона. 50-килограммовый тарпон, 5-килограммовая альбула или несбыточная мечта 15-килограммовый помпана могут в любой момент свести с ума любого хлебусьера. Мне нужна голодная рыба. Мы хотим поймать одну с первого заброса. Доведенный до отчаяния помпанах, Юль Юис надеется утешиться, поймав большую альбулу. Наш курс пересек большой косяк рыбы. Как я могу упустить эту рыбу? Там были нервные альбулы. Тащи, вот так. Поводи его. Как я сказал, мы поймаем рыбу. Пора. Самое смешное, что ее... Ее преследует акула. Ее нужно избавить от акулы. Она ее схватит. Она гонится за моей рыбой. Рыбацкое сокровище. Привлекательность классических видов, живущих на отмелях, альбул, тарпонов и скрытных помпана, неоспорима. В сотрудничестве с фондом охраны альбул и тарпонов, флибусьеры получают от отмелей больше, чем удовольствие от рыбалки. Красоту моря, прозрачную воду, изобилие морской фауны и флоры. Все это побуждает флибусьеров и фонд охраны альбул и тарпонов охранять природу. Хороший заброс. Он поймает эту рыбу. Тащи. Тащи. Вот так. Ее нужно избавить от этой акулы. Я должен избавить ее от акулы. Отгони ее. Обычно я так и делаю. Эти акулы так и будут кружиться вокруг них. Билли, я хочу прогнать эту рыбу. Отпугнем акул шумом. Разматывай. Продолжай разматывать. Интересно, что пока мы медленно ехали на лодке и пытались отогнать акулу от рыбы, акула плыла за лодкой. Как акула узнает, что это лодка? Что происходит в ее голове? Ты очень быстрый. Я за тобой не успеваю. Он, б***ь, должен ее поймать. Он должен ее поймать. За 15 секунд прикосновения к чему-то инородному, альбула испускает 13 запахов. Она оставляет след в воде, и акула чувствует этот запах. Она гонится за моей рыбой. Хорошо, хорошо, рассматывай. Иван ловил не акулу. Я бы подержал ее в воде и вытащил. Ненавижу акул. Мы проехали почти 2 километра, но акула не отставала. Классная альбула. Отлично. Больше килограмма? Полтора-два. Мы тебя быстро отпустим. Ни один день ловли альбул не обходится без позитивных моментов. Ярких, как рыба, что мы ловили. Для таких рыбаков, как Иван, притягательность от мели не зависит от пойманной рыбы. Хорошо это или плохо, Иван знает, что она зависит только от него. Это большой шлем, Иван. Если поймаю, да. По крайней мере, тарпон больше альбулы. Сфотографируй. Инструктору был так нужен большой шлем, что он не разрешил мне пройтись по отмелям. Он думал, что я долго буду искать альбул. Он привез меня на рыбное место. Там, на глубоководье, был огромный косяк рыбы. Он забрасывал вслепую в надежде, что одна из них клюнет. Это был вопрос времени, так что я не очень горжусь. Мало, какие рыбаки удостоились такой выдающейся награды. И мы рады вручить вам и вашему капитану Эмиру плакетку. Вознаменование получения большого шлема. Поздравляю. Лефти, прикрепи. Лефти, не окажете честь. Он мой хороший друг, скажу прямо. Отлично. Поздравляю. Безумное увлечение Пампана не оставляет Хью Льюиса, даже когда он идёт обедать. Рыба знает, как мучить человека. Мы ехали на моторной лодке и Пампана. 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 Пляж. Круто. По дороге я видел трёх Пампана. Но, как показало время, проведённое на отмелях, опыт даётся так же нелегко, как кораллы формируют риф. Несмотря на разочарование с Пампана, Хью Льюис знает, что он не один. Его друзья Фли Бустьера с ним и готовы к новым увлекательным приключениям. Ты всё-таки поймаешь эту рыбу, ради бога? Двусторонняя монета. Двусторонняя монета. Страсть к защите природы. Оборотная сторона любви прийти на отмель со спиннингом и катушкой. Какие сильные рыбы. Когда нет рыбы, плохо. Не люблю обижать Альбул. Вот о чём я говорил. В сотрудничестве с фондом охраны Альбул и Тарпонов, флибустиеры получают от отмелей больше, чем удовольствие от рыбалки. Они изучают множество видов и содействуют экономическому благополучию местного населения. Если это может такой грешник, как Шунар, как насчёт доброго христианина типа меня? На восточной оконечности острова Большой Багама расположен Дипуотер-Ки. Здесь банда флибустьеров ищет серебро. Серебро, тёргающееся на конце лески. Мы расскажем вам о банде флибустьеров, сколоченной для поисков приключений на отмелях и в открытом море. У вас есть шанс узнать о поисках сокровищ дикой природы. Мы расскажем вам о рыбацком сокровище. Рыбацкое сокровище Крестоносцы охраны природы На 12 часов. Заводи, капитан, мы должны пройти 20 метров. Так держать. Начнём. Чуть-чуть правее. Ещё чуть-чуть. Забрасывай сюда. Хорошо. Хорошо. Подтащи немного. Ещё раз. Ты её поймал. Она на крючке. Вот о чём я говорил. Вот как мы это делаем. Между ним и берегом что-то есть. Я навонял. Мистер Иван, я не знаю, что между тобой и берегом. Она даже не приблизилась к берегу. Иван Шунар начал рыбачить, даже ещё не поднявшись на лодку. Его страсть к рыбалке можно сравнить с его рвением в деле охраны природы. Он посвятил этому всю свою жизнь. Иван Шунар, основатель фонда «Патагония». Если ты рыбак, ты неравнодушен. Каждый вид — лакмусовая бумажка. Они все важны. Мало кто знал об альбулах, пока они не начали работать. Билл Клайн, фонд охраны альбул и торпонов. У нас появилась прекрасная возможность, когда мы начали маркировать рыбу. Мы много узнали о местах, куда альбулы уходят и мечут икру. Мы даже узнали, что эта рыба мигрирует от Багам к Флориде, и наоборот, от Флориды к Багамам. Лефти Крей — легендарный рыболов. Мы должны знать места, где рыба мечет икру, чтобы их защитить. Мы должны знать особенности их питания и что они едят. Для этого нам нужны учёные, время и деньги. Фонд выделяет на это средства. Пол Валдек, владелец «Дипуотер Ки». Я член фонда охраны альбул и торпонов, поэтому я помогаю его спонсировать и участвую в его работе здесь, в «Дипуотер Ки». Мы не только делимся с жителями опытом работы, но и работа, что Бонфиш Тарпен Трест делает. Цель нашего фонда — мы должны как можно больше знать о бальбулах, помпана и торпонах. Это наука на подъёме. Фьюи Льюис посвятил всю свою жизнь рок-н-роллу. Я — журналистик, но на отмелях у нас одинаковая страсть. Хорошо снова увидеться с Томом Брокау. Он наш лидер. Без него ничего бы не было. Том Брокау — журналист. Я очень долго работал телеведущим, и это пошло мне на пользу. Собрать постоянную группу не всегда легко. Из неё всегда кто-то выпадает. У нас не так. Фьюи Льюис — наглядный пример. Он вписался. С ним весело. Хороший рыбак. Ты всё-таки поймаешь эту рыбу, ради бога? Я в таком возрасте, что меня тревожит всё новое. Здесь у нас получилось. Ты ловишь рыбу и общаешься с Лефти Крейм. Мы с Шунаром возвращаемся сюда тысячу лет. И Том Макуэйн тоже. Я сказал, простите, но это лучшая афера, в которой я участвовал. Это мой 21-й день. 21-й день. 21-й день ловли Альбу. Ух ты, они едят. Они имеют дело с нами. Они знают, что мы не продвинемся дальше. Начинай забрасывать. Держись чуть правее от них. Тащи, тащи. Ещё. Хью, продолжай вытаскивать. Ух ты. Снова тащи. 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 Ещё. Вот так. Это был суперзаброс. Пара из них подлетела. Обнюхай и съешь. Слава богу. Как говорят, когда ты молод, ты глуп? Большое спасибо. Я заметил, что ты тоже сделал плохой заброс. Я хотел... Ты забыл, что такое отличный заброс. Отличный заброс. Когда ты молод, ты глуп. Вот так хорошо. Похоже, её съела вторая рыба. Иди сюда, парень. Иди сюда, малыш. Это маленькая альбула. Обычно они чуть больше. Но она ещё вырастет. Плыви, друг. Спасибо. Движение Тарполов — загадка, которую надеется разгадать фонд. Спутниковый передатчик, закреплённый на рыбе, — очень важный инструмент. Том Макуэйн будет помогать. Без маркировки рыбы мы ничего не узнаем. Она ещё здесь. Это спутниковый передатчик. Должен быть на рыбе шесть месяцев. Затем он сам всплывёт. Отделится и всплывёт на поверхность. А эта антенна будет передавать данные на спутник. Подобно перелётным птицам, альбулы, тарпоны и помпана не обращают внимания на границы и даже континенты. Поэтому так ценятся научные исследования фонда. Куда бы ни мигрировали, серебряные сокровища отмели. Блин, я рад, что всё закончилось. Побезёт в другой раз Макуэйн. Так, мистер Альбула, начнём. Очень сильные рыбы. Отборные. Когда нет рыбы, плохо. Не люблю обижать альбул. Один из проектов фонда охраны альбулы тарпонов с участием флипустьеров — маркировка альбул. Именно благодаря его программе маркировки и повторной поимки правительство Багам решило создать новые морские национальные парки на островах Абака и Большой Багама. Их усилия и деятельность национального фонда Багам вместе с фондом охраны альбул и тарпонов помогли открыть парк на севере острова Большой Багама. Он простирается по другим островам вплоть до Флорида Кис. Это второй по территории морской парк и второй парк в истории Багам. Надеюсь, следующее поколение будет радоваться ему так же, как мы. Лефти Крей — легендарный рыболов. Фонд работает с учеными, финансирует их и сотрудничает с местными жителями. И не только здесь, но и повсюду. Можно ли узнать, где они мечут икру? Как можно защитить эти места? Здесь недостаточно чьего-то мнения. Здесь нужна наука. Один из наглядных результатов появления ученых на отмелях — открытие, что обращение с альбулами перед их освобождением может изменить их запах. Для хищника это как приглашение на обед. Дэвид Пиндер — легендарный инструктор. Ты держишь ее в руках, и от этого изменяется ее запах. Шокирует то, что это происходит всегда. Еще 40 лет назад инструктор Дэвид Пиндер заметил, что что-то происходит после того, как альбулу подержали в руках. Ученые из фонда доказали его правоту. Так, мистер Альбула, начнем. Билл Клайн ловит альбул на лодке с инструктором в огромном Голубом океане. Первым делом нужна утренняя зарядка. Размеры этих рыб поражают. Они на 11 часов. Нет, на 10 часов. Примерно в 20 метрах. Они выбрали неверный путь. Чуть дальше справа от тебя. Справа. Они идут туда. Я их вижу. Да. Тащи. Тащи. Спасибо, бебе. Спасибо. Когда они трясут головами, они начинают рыться в песке. Нужно держать спиннинг так, чтобы было можно вытащить крючок. Спасибо, мистер Альбула. Все-таки получилось. Вот так. Снова вращаю. Спасибо. Рыбное место, Джозеф. Да, сэр. Это детский сад или начальная школа. Да. Очень сильные рыбы. Отборные. Спасибо. Здесь средний размер рыбы гораздо больше, чем в других местах. Смотри на синеву на хвосте. Да, красивый цвет. Видишь этот цвет? Не хочу вытаскивать рыбу из воды. Зачастую мы их просто отпускаем. Он уплывает. Он красивый и здоровый. Он уходит. Что будет, если он устанет? Он будет флавать по кругу? Да. Будет возвращаться, да? Да. Идеально подогнанный поводок улучшает самочувствие. Мы с Хью Льюисом провели много времени в Монтане, поэтому мы хорошо себя чувствуем во время ловли и форелли, и Альбу. Лучше не бывает. Я пережил с Томом выдающиеся моменты. Он рассказывал истории. Между нами настоящее товарищество и дружба. Чуть правее. Теперь чуть левее, Том. Мика, решай уже. Мой бесполезный урок закончился, и теперь очередь Хью почувствовать гнев Мика. Вот так. Слегка подними спиннинг. Я думал, что поймал. Ты почувствуешь толчок, как я сказал. Понял? Понял. Здесь с рыбой лучше. Когда нет рыбы, плохо. Не люблю обижать Альбу. Как ты её увидел? Она была в 30 метрах. Мы в Дип Уотер Ки. Нельзя сдаваться. Мы не должны обделаться на лодке. Ни за что. Ты его поймал. Хорошо. Рыбацкое сокровище. На Багамах наблюдать за тем, как рыбачат другие, так же хорошо, как рыбачить самому. Я наблюдаю за Хью. Тащи. 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 Опусти спиннинг. Тащи ещё. Ещё. Вот так. Слегка подними спиннинг. Я думал, что поймал. Ты почувствуешь толчок, как я сказал. Понял. Понял. Здесь с рыбой лучше. Когда нет рыбы, плохо. Не люблю обижать альбул. Насколько это возбуждает. Они хотя и большие, но очень пугливые. Да, они испугались. Они сильно пугаются, когда их ловят на спиннинг. Они теряют в весе. Худеют. Серебристый. Красивый. Очень. Потрёшь ему нос. Потереть нос? Тогда они становятся бодрее. Без обид. Спасибо, мистер Альбула. Без обид. Мне было весело. Некоторые звуки ни с чем не сравнимы. Хорошая музыка или смех. Любимый звук Лефти Крея и Ивана — звук лески, сматываемой из катушки. Видишь много хвостов в трёхстах метрах отсюда? В трёхстах метрах? Они идут в твою сторону. Видишь их? Видишь? Да, вижу. Забрасывай. Дальше. Боже, они там повсюду. Забрасывай. Ты смотри. Подожди минуту. Классный. Да, ему меня научил Лефти. Да. Да. Поймал. Их десять. Ты его поймал. Хорошо. Иван Шунар — основатель фонда Патагония. Хорошо быть вместе с ними. Все они мои друзья. Поэтому я всегда возвращаюсь. Как ты её увидел? Она была в тридцати метрах. Потрясающе. Ты отлично забрасывал. Витер стихает. Да, но всё равно хорошо. Это было что-то. Классный заброс. Молодец. Я же говорил. Лефти, лучше приготовься. Для меня это слишком. А мне нравится. Опытный инструктор всё уладит. Уильям Биндер, инструктор. Мы в Дипуотер-Ки. Нельзя сдаваться. Мы не должны обделаться на лодке. Ни за что. Этого не будет. Смотрите. Из него идёт дым. Наклони спиннинг. Было здорово. Спасибо. Длинный заброс. Они были в двадцати метрах. Мне помогал живот. Двухчасовая битва Тома МакГуэйна с Тарпоном закончилась победой рыбы. Фонд охраны Альбул и Тарпонов надеется на звезду телесериала «Огни ночной пятницы» Зака Гилфорда. Он должен взять спиннинг и поймать Тарпона. Не возись пять минут, не затягивая решение вопроса. Хорошо. Отлично. Класс. Зак Гилфорд, актёр. Он сказал мне, поверни спиннинг влево, подними и разматывай катушку. Он всё время мне подсказывал. Знаю, ты готов меня ударить, но не надо. Слева от тебя. Крути, крути. Он идёт налево. Вытаскивай его. Мы раздвинули его чешую и установили маркер. У него вот такая чешуя. Было очень круто. Он промаркирован. Для науки и для нашего блага. Всё нормально. Мы сделали это в научных целях. Мы его поймали. Ради науки. Маркер продержался на Тарпоне Зака больше месяца. 31 июля выяснили, что серебристый король кружил у своего дома. Молодой 27-килограммовый Тарпон продолжал кружить в районе Белиза. Подними и немного сдвинь направо. Вот о чём я говорил. Если это может такой грешник, как Шунар, как насчёт доброго христианина, типа меня. Другой разговор. Зачем беречь отмели, маленькую часть мирового океана? Стоимость океанов — триллионы долларов. Отмели — места, где флебустьеры нашли сокровища. Их значение для окружающей среды ещё важнее. На отмелях размножаются многочисленные животные и растения, и многие на них кормятся. То, что происходит в океанах, сначала происходит в этих легкоуязвимых водах. Пол Валдек, владелец Deepwater Key. Альбулы находятся в центре внимания туристов. На Багамах поняли, что нужны не только казино и карточные игры. Главное — счастье людей. На Багамах есть острова для семейного отдыха. Люди хотят жить своей жизнью, а для этого нужна здоровая окружающая среда. Мика Глинтон, инструктор. Сегодня мы попробовали немного порыбачить в Deepwater Key в сотрудничестве с Фондом охраны Альбул и Тарпонов. Мы ловим рыбу с детства, мы делаем это всю жизнь. Это всё, что мы знаем. Но после 19 лет, 28 лет, 41 года, ты многое узнаёшь самостоятельно. Но Фонд охраны Альбул и Тарпонов принёс с собой научные знания. Так, Том, я говорил, да, есть время для ещё одного. Хью Льюис уже установил бланку для ловли Альбул в Deepwater Key. Теперь моя очередь. Посмотрим, смогу ли я превысить количество Альбул, пойманных Хью. В Бро Као мне нравится не только то, что он прекрасный человек, но и потрясающие истории, которые он рассказывает. Бросай. Хью Льюис, музыкант. Он прекрасный человек и мой новый лучший друг. Во-первых, он отличный писатель, и он очень красноречивый и весёлый. Перемести спиннинг налево. Начинай забрасывать, Том. Хочешь, чтобы я забросил туда? Да. Том Бро Као, журналист. Для меня один из критериев эффективности нашей телепрограммы — меня часто останавливают рыбаки в аэропортах. Это отличный индикатор. Продолжай тащить. Отлично. Подними, подними. Какой малыш. Вот о чём я говорил. Молодец, Том. Наконец. У нас ещё один малыш, Том. Думаю, да. Вчера я тоже поймал такого. Альбула? Вроде бы. Что у нас? Он очень милый. Совсем как я в шестилетнем возрасте. Это альбула. Согласен. Мы в яслях. Не верю, что ты побьёшь собственный рекорд. Нет, я не побью этот рекорд. Отличная рыба. Она лучше, чем другая. Другая была совсем... Младенцем. Ты поймал его запасть. Это хорошо. Да. Не важно, каким длинным был день, у Ивана Шунара всегда есть время для нового заброса. Я вспоминаю, как в детстве ловил рыбу с причала на Среднем Западе. Том! Том, здесь много рыбы. Я давно это знал и не удивляюсь. Здесь много рыбы. Есть ли это, может, такой грешник, как Шунар, как насчёт доброго крестьянина типа меня? Другой разговор. В рыбалке с причала есть что-то чистое. Большинство из нас именно так пристрастилось к рыбалке. Я ловил рыбу с причала Миссис Уилсон на озере Эндис в Южной Дакоте. Она продавала мне дюжину кальянов за 15 центов и две ириски. Правдивость легенд о сиренах, поющих у отмелей, бесспорна. Для флебустеров их песни — символ их увлечения рыбалкой. Это песни о братстве и единении, зародившихся на отмелях. И рыбах, что там плавают. Вместе с фондом охраны Альбул и Тарпонов флебустеры содействуют изучению оптимальных способов ловли рыбы по принципу «поймал-отпустил». Они помогают маркировать рыбу и изучать её миграционные пути. и смотрят в будущее, которое надеются увидеть. Расположенный неподалёку от побережья США Deepwater Key на острове Большой Багама притягивает всех, кто очарован отмелями. Здесь они могут насладиться ловлей морской рыбы на мушку. Здесь можно испытать потрясающие ощущения. Не могу представить себе место лучше этого. Здесь лучшее из всех возможных рыбалок. А вот и акула. Посмотрим, нет ли у нас гостей. Здесь есть на что посмотреть. Акулы, морские звёзды, черепахи. Здесь всегда интересно. Природные условия на отмелях способствуют не только процветанию морской фауны и флоры, но и местной экономике. И что лучше всего — пристрастию флебустеров к рыбалке. Здесь должна быть сумасшедшая альбула. На восточной оконечности острова Большой Багама расположен Deepwater Key. Здесь банда флебустеров ищет серебро. Серебро, тёргающееся на конце лески. Мы расскажем вам о банде флебустеров, сколоченной для поисков приключений на отмелях и в открытом море. У вас есть шанс узнать о поисках сокровищ дикой природы. Мы расскажем вам о рыбацком сокровище. Рыбацкое сокровище. Магия отмелей. Иван Шунар Учредитель фонда Патагония Иван Шунар — один из тех, кто противостоит стихиям и рыбачит на отмелях в одиночку. Начинается Родео. Приятный звук. Ещё бы! Он сорвался. Вот блин. На 12 часов, затем на 11. Отлично. Тащи, тащи. Поймал. Великолепный заброс, скажу я тебе. Ушёл. Сорвался. Повтори заброс. Идёт к тебе. Для таких рыбаков, как Иван, магия отмели не зависит от выловленной рыбы. Тема сегодняшнего приключения — пойманные и непойманные альбуны. Как бы там ни было, Иван знает, что сегодня всё зависит от него. О, нет. Что за чёрт? Вот блин. Уже пятая. Красота моря, прозрачная вода, изобилие морской фауны и флоры и образ жизни, который они здесь ведут. Всё это побуждает лебустьеров и фонд охраны альбул и тарпонов охранять природу. Билл Клайн, фонд охраны альбул и тарпонов. Мы всегда стремимся сюда приехать, просто потому что здесь нам чрезвычайно комфортно. На этом острове приятно жить. Здесь можно испытать потрясающие ощущения. Хью Льюис, музыкант. Я польщён, что меня сюда пригласили. Это прекрасно по многим причинам. Отличная рыбалка, отличное чувство локтя. За тобой прекрасно ухаживают. А ещё Иван привёз много чего из Патагонии. Том Брокау, журналист. Мы все привезли больше, чем сумму частей. У нас сплочённая группа. Мы всё делаем вместе. Пол Валдек, владелец Deepwater Key. Здесь есть скаты, акулы, молодые альбулы. Мы в восторге и хотим быть обслугой. В первый день самостоятельной рыбалки Иван Шунар, как говорится, формировал характер. Но это не убедило его в том, что он ещё не готов повторить. Косяк рыбы на два часа. Смотри, ты её поймал. Поймал, отлично. Поймал. Она сорвалась с лески. Вот, блин. Сегодня у нас будет удачный день. Я чувствую. Несмотря на плохую погоду, сегодня будет удачный день. Сегодня мы надерём им задницы. Там сучок. Обмоталась вокруг сучка. Я думал, что поймал. Она укрылась в мангровых зарослях. Они не очень густые. Мы должны пойти туда и поймать её. Она в полукилометре от нас. Она не знает, что мы её отпустим и будет сопротивляться. Я её достану. Нет. Она спряталась под этой штукой. Красивая рыба. Отлично. Так, подтянем её к нам. Она тоже этого хочет. Боже. Ладно, плыви. Спасибо. Маленькая мушка, но получилось. Да, танцуем рок-н-ролл. А вот и акула. Иван, у нас будет удачный день. День уже отличный. Говорю тебе. Ловля альбул — это спорт, да? Цель работы по охране природы — не только сегодняшний день. Исследования показали, что альбулы могут прожить больше 20 лет, а тарбоны доживают до 80. Проекты фонда охраны альбул и тарбонов, поддерживаемые флебусьерами, нацелены на сохранение здоровой морской окружающей среды для альбул, тарбонов, бомбана и других морских видов для будущих поколений. Лэфти Крей — легендарный рыболов. Мы должны защищать то, что есть, иначе нас бы здесь не было. Фонд узнаёт, что произошло хорошего и плохого, помогает сохранять ресурсы, помогает рыбакам. Если не будет ресурсов, не будет и рыбаков. Сохранение морских отмелей — долгосрочная инвестиция. Они должны сохраниться для ещё неродившихся рыбаков. Крупная рыба на 11 часов. Я тебе покажу. Вчера Иван Шунар не смог поймать альбулу, но сегодня его, возможно, похвалит даже инструктор. Видишь их вон там, над отмелью? Видишь их? Да. Большие. Они хотят выпрыгнуть из воды. Тянут время. Смотри вон туда. Видишь там рыбу? Тащи! Тащи! Снова поймал. Отлично забросил. Она не сможет отказаться. Мы можем провести здесь весь день. В этом и суть ловли альбул. Она взбеленилась. Ого! Она отгоняет больших. Ловля альбул — это спорт, да? Блин, потрясающе! Что-то не то. Они накатываются на нас волнами. Красивая рыба. Я рад, что переключился на 7-килограммовую. Да, отпустим ее побыстрее. Мы не должны к ней прикасаться. Их нельзя брать руками. Их тело покрыто защитной слизью. Акулы чувствуют их запах. Мы видели там акулу. Когда мы отпустили альбулу, акула поплыла вслед за ней. Альбула может быть далеко, но акула принюхивается к песку и находит эту рыбу. Рок-н-ролльщик Хью Льюис рыбачит на другой отмели. Он показывает нам, что знает, как лучше всего забрасывать мушку в морской воде. Попался, малыш, попался. Я даже не видел эту рыбу. Танцуем рок-н-ролл. Ты молодец, Мика. Ты прекрасно управляешься со спиннингом. Я хочу сказать, что когда ты забросил мушку, ты сделал это так, как я хотел. Да, да. Рыба ее увидела и вернулась. А вот и акула. Посмотрим, нет ли у нас гостей. Что будем делать? Пока ничего. Иди к папе. Я хочу тебя спасти. Все в норме. Респектабельный. Полтора. Может, два. Да, полтора-два. Он того же цвета, что и дно, поэтому их так трудно увидеть. Похоже, он весит больше полутора килограммов. Мы правильно выбрали место. Отлично. Хорошо. Я потру ему нос, но без любви. Спасибо, мистер Альбула. Еще увидимся, друг. Молодец. Ты молодец. Спасибо. Судя по всему, Хью вполне может повериться силами с Ивоном. Стоп. Тащи. Еще. Тащи. Тащи. Поймал. Еще тащи. Тащи. Поймал. Уходит. Мы можем только ждать, когда рыба придет к нам. Я могу сэкономить силы. Легкий день. Иван, у нас будет удачный день. День уже отличный. Говорю тебе. Как мило. Он на нее нападает. Толкнул ее один или два раза. Да. Так. Иди. Отлично. На Абагамах едят мясо из раковин. Очень специфическое. Я не понимал, какой я великий. Поцелуй меня. Отлично. Поймай его на крючок. Рыбацкое сокровище. Отмели у Deepwater Key не только непревзойденные места для рыбалки. Там есть еще одно сокровище. Уникальный деликатес из морепродуктов, которые готовят множеством способов. Шивин Тейт. Мировой чемпион по расколке раковин. На Абагамах едят мясо из раковин. Очень специфическое. На Абагамах готовят множество блюд из раковин. Это инструмент для раскола раковин. Этим инструментом бьют вот сюда. Я хочу, чтобы оператор навел сюда камеру. Я могу расколоть ее одним ударом. Я делаю это медленно, чтобы вы все увидели. Вот так. Я пробил отверстие сзади. Смотрите. Это делается вот так. Это мясо делает вас таким, что вы хотите размножаться, оставить потомство на всей земле. Вот такое мясо. Если вы приехали на Абагамы из любого уголка мира, съешьте мясо из раковины, если вы хотите сделать детей. Задолго до появления Виагры у багамцев был свой секрет. Некоторым нужно полчаса, мне несколько секунд. Поэтому я самый великий на Абагамах. Джимми Киммелу и Хью Льюису еще предстоит овладеть этим искусством. Раньше ты так не делал, Оливер. Мы халтурим. Халтурь пока не получится. Дай посмотрю, что ты делаешь. Без раковины ему негде спрятаться, да? Их не продают в магазинах сувениров. Если нас выбросит на остров, мы умрем. На этом острове есть манго. Берегись, Оливер уже заканчивает. Ух ты, его намного больше, чем я думал. Начали. Очень познавательно. Рыболовство — хороший вид спорта. Им можно заниматься, пока не вырубишься. Для Ивана Шунара это не день компромиссов. Он будет рыбачить еще более упорно. Здесь очень много рыбы. Она роет дно. Тащи, тащи. Быстро, быстро, тащи. Продолжай тащить. Тащи. Ты его поймал. Отлично. Вгони в него крючок. Писатель Том Макуэйн и номинант на премию Оскар Майкл Киттон сидят в одной лодке и давно разделяют глубокую любовь к рыбалке. Томас Макуэйн, актер. Для меня рыбалка не теряла блеск. Я рыбачу с 5-6 лет. Я до сих пор хочу поймать крупную рыбу и путешествовать по рыбным местам. Где они? Я их не вижу. Я узнаю людей по рыбалке, особенно когда рыбачу с такими, как Макуэйн. Я часто с ним рыбачил. Когда я думаю о другой лодке, открывшей золотую жилу, я вспоминаю слова «Гора Видала». Когда мой друг добивается успеха, во мне что-то умирает. Какое зрелище! Ух ты! Акула или барракуда? Барракуда. Что ж, мы приближаемся. Твой черед. Черед чего? Чуть правее от тебя. Бросай. Я его вижу. Тащи. Тащи. Ты его поймал. Вот он. Ну, наконец-то. Я выдающийся рыбак. Я не понимал, какой я великий. Поцелуй меня в... Я великий. Поторопись, Том. Ты опаздываешь. Он клюнул, да? Да, вот он. Хорошо, хорошо. Томас, ты забил гол. Да, во мне полтора человека. Я... Я лучше буду на природе, чем где-нибудь еще. Здесь такие красивые виды. Я прикреплю эту мушку, и он ее не увидит, потому что я знаю, что он скажет, не получится. Если бы я увидел, что он ее прикрепил, я бы ни за что не дал ему так поступить. Я бы не допустил. Окружающая отмелесть среда не заканчивается на берегу, а простирается дальше. Для флибустьеров рыбалка — пропуск в багамский образ жизни. Образ жизни, связанный с хорошим состоянием моря и возможный только за счет того, что в нем живет. Того, что рыбаки добывают удочками и спиннингами. Мико Глинтон, инструктор. Хорошо, что эта группа приехала снимать программу сюда. Хотя рыбалка не совсем удачная, и лодки не переполнены рыбой, они улыбаются, потому что прекрасно провели время. Ловить рыбу — это хорошо, но для них это не так важно, как всеобщее веселье. Такое невозможно не запомнить. Хью Льюис, музыкант. Я лучше буду на природе, чем где-нибудь еще. Здесь такие красивые виды. Здесь есть на что посмотреть. Акулы, морские звезды, черепахи, барракуды, луцианы. Здесь всегда интересно. Здорово. Билл Клайн, фонд охраны Альбул и Тарпонов. Великолепное, сказочное место. Я бы посоветовал людям приезжать сюда и совершенствовать навыки. Неважно, начинающий вы или лучший рыбак в мире. Вы всегда найдете здесь что-то новое, не говоря уже о крупной рыбе. Давай забросим вон туда. Продолжай. Хорошо. Чуть-чуть левее. Так, теперь... Отлично. Тащи, тащи, тащи. Продолжай тащить. Еще, еще. Стоп, стоп. Тащи. Вот так. Вот о чем я говорил. Я говорил, что мы его поймаем. Танцуем рок-н-ролл. Заметил, как я рад крутым забросам? Крутейший заброс. Я очень, очень рад, потому что я делаю их каждый день 19 лет. Мне нравится от начала и до конца. Человек сделал заброс против ветра и поймал рыбу. Время от времени я прихожу от этого в восторг. Леска была длинной. Ты меня не подколешь. Все отлично, танцуем рок-н-ролл. Еще бы. Мы насчитали шесть. Да, ты поймал его благодаря поводку. В ловле рыбы на мушку прекрасно то, что в ней всегда можно совершенствоваться. Всегда есть чему учиться. Ты все лучше и лучше и лучше, пока не умрешь. Тебе 80 лет, но ты все еще учишься. Как лефтинг. Ты прав. Вот почему это замечательное хобби, вид спорта, развлечение. На отмели со стороны Ивана беспрерывно ловят рыбу. Но он хочет сделать рыбалку более личной. Уильям, я хочу кое-что попробовать. Я прикрепил мушку для форели. Но он это не видел, потому что я знал, что он скажет, не получится. Боже, там большая рыба. На этот раз поймаем большую рыбу. Дощи, я поймал большую альбулу с первого заброса. Он злобно ворчал. Он не понимал, как я это сделал. Подождите меня. Подождите меня. Здесь какой-то аквариум. Подними голову. Когда я наконец показал ему мушку, он сказал, я бы тебе не позволил ее прикрепить, если бы ты мне сказал. Ты такая быстрая. Очень плохо. Мы ее возьмем. Идет большой косяк рыбы, Иман. Забрасывай снова. Отлично. Тащи ее. Поднимай. Ух ты. Настоящая альбула. Она ее схватила. Правда? Невероятно. Альбула быстро съела эту штуку. Рехнулась. Да. Уильям Биндер, инструктор. Мы ловили их одну за другой. Поймали 12 рыб за пару часов. Отлично. Было очень интересно. Сегодня мы на вершине. Я ловил альбул 3-4 дня. И реакция альбул была потрясающей. С мушкой для форели я не получал отказов. Мне доставляет радость узнавать что-то новое. После всех неудачных дней сегодня отличный день. Класс. Чудесно. Альбула клюнула на мушку для форели. Я в первый раз увидел такое. Иван сказал мне, что сегодня рыбалка была такой удачной, что он хочет сюда вернуться. Если бы я увидел, что он ее прикрепил, я бы ни за что не дал ему так поступить. Люблю разрушать парадигмы. Я никогда не хотел быть бизнесменом, но решил, что быть бизнесменом креативно, если ты нарушаешь все правила. Я никогда не любил власти, не любил выполнять приказы. Я не люблю управлять людьми. Я не управляю людьми. Я не люблю говорить, что им делать. И не люблю, когда мне говорят, что мне делать. Теперь я убедился, что это работает. Сегодня мы рассчитались за все неудачные дни. Сегодня было так хорошо, что я хочу вернуться. Так было хорошо. Рыбакам всегда кажется, что самые удачные дни были до их приезда или после их приезда. Но у Ивана был исключительно удачный день. Любой день на рыбалке, удачный или неудачный, не нуждается в оправданиях. То, что он поймал столько альбул — знак. Знак прекрасного состояния и отмелей и успехов фонда охраны альбул и торпонов, а также усилий плебустьеров по сохранению жизненно важных ресурсов.